Спасибо, спасибо. Микрофон работает у меня, да? Замечательно. Сегодня я вам расскажу про скриптовые языки и встраивание их в приложения, в частности в Java приложения. В принципе, опыт, который я получил, когда я разрабатывал некоторые подобные вещи, в которых нужно было встраивать приложение. О нужности тоже будет разговор, потому что явно каждый день вы встраиваете скрипты в себя в программу. У меня была идея, что я вам расскажу доклад, который я буду рассказывать через месяц на Java. Ладно, поскольку я такой ленивый и не подготовился, расскажу, что получилось. То есть тут был план, на самом деле получилось совершенно другое. Сравнивать языки я не буду, может быть, будут какие-то вопросы, и там вылезут детали. Но в слайдах этого нет. Будет просто рассказ этих историй, когда нужно действительно встраивать какие-то скриптовые языки, и обзор, как это делается технически. Начнем мы с истории номер один. Когда-то давно, год 2006 примерно, я занимался разработкой плагинов для Eclipse. Субподрядчиков. Получал заказ, разрабатывал плагин, получал денежку, радовался. В то время у меня был такой очень слабенький компьютер, где-то от вон с 500 МГц. Запустить одну версию Eclipse, одну инстанцию Eclipse, в нем было уже большим трюком. При разработке плагинов надо запускать две. Более того, когда делать какие-то изменения, нужно перезапускать. Жеребля тогда не было. Если кто-то вдруг подумал, что я мог использовать для этого жеребля, жеребля тогда не было. И возникла идея, почему бы не писать компоненты на скриптовых языках и не надо будет перезапускать. И в 2007 году мне посчастливилось попасть в программу Google Summer of Code, если кто-то знает, для студентов. И как раз под козырек Eclipse Foundation, где можно было для Eclipse что-то такое зафигачить. Тебе давали ментора, какого-то навороченного программиста, который знает, как в платформе все устроено. И ты вот ему высказываешь свою идею, проект, и вот у меня была идея. Давайте теперь сделаем так, чтобы можно было для Eclipse писать на скриптах. И для этого не надо будет перезапускать, когда я пишу. Забегая вперед, скажу, что ничего мне не получилось, но скрипты я туда прикрутил. Да, как раз это была предыстория, то, что надо перезапускать вторую Eclipse постоянно. Вики осталась с того проекта, и там лежит исходной код где-то на SourceForge до сих пор. А у тебя при запуске Eclipse контроля появляется? Где? Я скриншот взял из другого просто. Я на себя слева Eclipse, а справа Eclipse. Приколит, а? Cross-developed. Ну, не ваше. Идею, ты понял. Да, если кому-то будет интересно, там Add the ability to write plugins using jlb.ru. То есть, как бы, такой получился, в конце концов, прокси-плагин, который, если установить себе на платформу, то можно писать плагины на другах и на жиру. Какие-то вещи действительно подхватываются без того, чтобы перезапускать платформу, но если добавлять новый какой-то view-компонент, он должен зарегистрироваться во всем Eclipse, и это простыми скриптами сделать невозможно. Нужна немного более глубокая интеграция. Вторая история. Немного погодя после первой случилось во временном континууме, пришлось заниматься такими вещами, как BRMS и бизнес-правила. Так просто получилось. Расскажу немножко о системе. Обычный интерфайс. Возьми данные отсюда, проект данные туда. Но приложение, которое это делало, оно должно было гипотетически, когда мы начинали проект, сверять какие-то данные. Если у тебя здесь x равен 1, а здесь x 2, тогда вот возьми x отсюда. Теоретически такие правила, да? Их было много. Мы подумали, что будет очень здорово, если мы туда прикрутим бизнес-правила. Поскольку надо было их менять тоже потом как-то вне цикла релиза самого приложения. То есть захотели поменять? Да. Прикрутили. J-Boss Drogs. Мы когда-то в див-клубе рассказывали про iWalk был и Drogs. Ну вот мы прикрутили Drogs, потому что как раз тот Eclipse проект, который я делал, был для J-Boss Drogs. И я более-менее знал, что это такое. И думал, что здорово подойдет. Поскольку дело было с таким доменно сложным приложением, там такая доменная логика специфичная для бизнеса, то UI, который предоставлялся друзам, был ужасен. Он не подходил никак. В результате мы написали свой UI. А поскольку у этой штуки свой датастор, свое хранилище данных, которое тоже было проприетарное, оно тоже не подходило. В результате мы переписали два компонента, UI и датастор. И начали использовать только движок для этих правил. Оказалось, что у нас огромное количество кода, которое в принципе не нужно. И когда та возникла идея, а зачем вот так вот сложно, можно было бы действительно какие-то скрипты туда подключать и их перезапускать. Прототип был сделан три года назад. И вот я недавно узнал, что он успешно дошел до продакшн. То есть реально выпилили все, что там было, кучу кода выкинули. И замечательно все работает. Парни сказали спасибо. Вот. Это такие две истории из моей практики. На самом деле, если вы посмотрите на софт, который вообще вот есть, и какие еще варианты есть. То есть я работаю с Java, с жестким энтерпрайзом, а еще кроме того я админит сервера, то вот есть Jeton, например. Хороший пример использования скриптов для конфигурации и автоматизации в определенных серверах для Java. Есть возможность на Groove писать в OpenOffice плагины. Кроме не знает, что такое EDA. Как минимум один человек должен знать. Да, он есть здесь. Двое. Инструменты для автоматизации проектирования электронных схем. В этой индустрии стандартным является Tickel. Например. То есть если вы какие-то кадры когда-либо использовали для проектирования, там Sbisa или какие-то там еще аббревиатуры есть, там очень часто используется Tickel. Lisp в Максе. Ну это вообще-то, наверное, может быть не самый первый пример, который приходит на ум. А в Gimp в редакторе используется Shem и Python. Ну и в любом браузере у нас JavaScript выпускается. Правильно? Я тут JavaScript не написал, потому что, кстати, не перекликалась жалость. Антон, VBA. VBA в Excel. Да. Самое главное это забыл? Нет, ну есть еще всякие Lua, которые, на котором пишут сценарии там для игр, допустим, какой-нибудь Unreal Script и так далее. А почему Bash не понятно? Ну Bash это не, come on, это не приложение пользователя. Это приложение программиста упыря. Это не встроен, это интерпретатор. А почему вообще еще можно использовать? Ну потому что я могу, да? Стандартный ответ. Расширение всяких плагинов можно писать. Можно какие-то дополнительные логики встраивать, там конфигурацию настраивать с помощью таких скриптов. Просто автоматизировать даже приложение. Если у вас разрозненное приложение, вам нужна интеграция, чтобы они автоматически что-то делали. Очень здорово, если можно заскриптить это приложение и есть вне. Например. А в Java есть стандарт. На все в Java есть стандарт. С таким номером и с таким такиджем и с такими классами внутри. Есть скриптинг менеджер, скриптинг менеджер, биндинги и классы для вызова этих скриптов. Есть имболкабл, который позволяет какие-то части скрипта дергать. Есть компайлабл, который позволяет скрипилировать скрипт в памяти и больше этого не делать для перформанса. Вот мы сейчас посмотрим на все эти такие API, как это выглядит. Задавайте вопросы по ходу. Вот самый простой вход в скрипт. Даже если у меня файла скрипта нет, скрипт же можно динамически создать строчки. Это очень здорово. Да, вот из скриптинг менеджера можно вытянуть некий такой скриптинг. В Java по умолчанию строим JavaScript. Начиная с Java 6 и любой последующей версии. Соответственно, получаем JavaScript по умолчанию, запускаем вывод строки и скрипт пишет за нас эту строку. Очень просто. В принципе, этих eval много разных. Они позволяют передавать разные контексты, по-разному передавать переменные, получать переменные и так далее, разные скопы давать. Но это очень часто, в принципе, не нужно для каких-то вполне прямолинейных сценариев. Да, вот эти eval, они, допустим, принимают reader, то есть можно файл туда, можно через сетку получить какие-то данные, я имею в виду скрипт, как поток и так далее. Или просто в строчке действительно написать, не знаю, если у вас динамически должен формироваться скрипт, то это тоже можно сделать. Есть еще вот эти вот биндинги. Биндинги означают, что как вот какой-то прослойка, через которую мы общаемся в нашей программе со скриптом, как мы передаем данные. Биндинги, в принципе, это просто хешмат, где ключи значения переменные. И эти биндинги могут привязываться к какому-то контексту. Вот. Джава, в джаве апи, вот этот вот gsr223, ужасен чуть более чем полностью. Честно. Очень нелогичен местами, когда ты пишешь вот код, натыкаешься просто в тупик, что дальше из этого кода ты выйти не можешь. Приходится выкидывать, заново писать. Примеры приводить не буду. Ну, вот хотя бы просто один простой пример того, что вот создаются биндинги, заполняются переменными и вставляются в engine. То же самое можно сделать вот так. Просто вставить в engine. Это будет эквивалентно полностью. Ну, это глобально, а если это для одного запуска? Для одного запуска это. Или там для нового объекта? Вот это вот. Нет, если я пойду в биндинг в engine, там будет скоп локальный. То есть в этот вот путь, там… Не думаю, нет. Должен быть тот же engine. Вообще-то локальный. Нет, я про биндинг не говорю, а не про engine. Ну ладно. Вот. Почему это локальный, чтобы ни одного блока не было? Engine scope. Еще раз. Оп-оп-оп-оп-оп. Мяч. Не, ну как бы первое можно делать, когда тебе нужно какой-то скоп поставить. Ну там два скопа. Есть engine scope, есть global scope. Понятно. Ну вот, да. Вот, допустим, мы заполняем наш контекст вот этого переменных, какими-то переменами abc и obj, кладем разные значения и передаем в скрипт, который получаем, допустим, из файла. Вот. И в скрипте, вот представим, что у нас скрипт именно вот так выглядит, просто чистенько, да. Четыре println-а принтует эти все значения. Вот, в принципе, все тоже получится. Потому что если переопределивать toString, то я получу нормальную строчку, да, у объекта. То есть, в принципе, полная интеграция с java на этом моменте. Дальше, в принципе, вы уже можете не просто запускать скрипт, а вы, может быть, хотите получить результаты запуска или эволюации скрипта. Вот получить объект какой-то обратно в скрипт можно, оставив какую-то переменную здесь в последней строчке. Что, как бы, сначала кажется таким очень странным способом. Потому что сначала хочется return это написать. Нельзя. Вот. То есть, если, например, да, ладно, дальше будет, можно написать this и вернется как бы весь скрипт, полный объект вот этого скрипта туда-туда-тебе обратно, в java. То есть, да, здесь implicit return и указать его отдельно нельзя. Да, еще один момент, это конкретно java script, да. Вот первая строчка import package, функция. Нельзя написать там в кавычках package. Нельзя написать просто название package. Надо вот обязательно написать packages.что-то. Это связано именно с семантикой java script, как он с этим всем работает. Им приходится заводить некоторые такие main spaces для того, чтобы интегрироваться с java. Зачем вообще никак? Нет. Человекич. Вот этот вот, я не написал полностью, да. Вот этот вот объект лежит вот в том package у меня. В смысле это java class? Да. java class, который я создаю в java script. Вот в этом данном примере. Я, конечно, могу передавать в script какой-то класс, его менять, получать обратно. А может быть у меня какая-то более сложная логика там. Можно вопрос. Может я чуть-чуть придется выбирать. Зачем все это надо? Я объяснил уже один раз. Я объяснил второй. А вот в комплектном java, зачем вот это надо java? Вот мы по-другому вместо system out используем java. Вот давай вот это вот опять. Script лежит вне приложения. Скомпилировал. Я захотел поменять логику своего приложения. Мне релиз менеджер говорит, что релиз у нас вот этого приложения через полгода. А у меня компания завтра. Да? Здорово. Я могу поменять вот это вот. Ну и при каком-то процессе выката новой логики мне будет хорошо. Ты можешь сегодня писать, что иф клиента больше 18, и давать ему кредит. А завтра может писать ему больше 19. Еще можешь обладать кредит с менеджером. Ну это как бы на экзамене как бы это неправильно. Нет, это то, что это один из sales point'ов бизнес-правил. Но прежде чем использовать бизнес-правила, нужно подумать, только ли тебе вот эта фишка нужна. Если должна только она, то лучше подумай про скрипты. Я думаю, что это основная вообще вещь. И как бы я уже рассказал. Коммит. Пуш. Так. Где я остановился? Здесь. Здесь остановился. Да, вот как раз. Следующий слайд. Это уже java. То есть вот у нас скрипт. Вот у нас java. Я хочу получить результат. Вот тот мой класс, который я внутри скрипта создал. Себе обратно в программу. Да. Результаты вала как раз и будет вот этот вот объектик. Вот этот вот последний. Который я получу сюда. И смогу его замечательно распечатать. А если это будет java-скриптовский объект? Тогда только через reflection. Это будет какой-то прокси в зависимости от того, как будет спускаться eval. И в зависимости от языка тоже. То есть ты, ну, если ты уже завязываешься на java-скрипт, ты можешь как бы представить, что там будет вот такой объект. JavaScript object, например. Нет. JavaScript те же все объекты. Это хэш. Да. Но когда они придут в java, они не будут хэшами. Ну, я не изучал, но это будет просто объекты какие-то. Если ты знаешь, какие методы вызывать, ты через reflection сможешь выживать. Вот. Еще дальше идем. Усложняем. Теперь у нас не открытый скрипт. Теперь у нас есть функции в скрипте. Допустим, мы действительно опять создадим вот этот вот object. И потом в скрипте мы захотим вызывать конкретные методы из этого скрипта. Саша, я что-то неправильно написал? Да, а не object как нельзя создавать. Ну, то есть можно же, но это дурок там. Ну-ка скажи так. Надо эти, как называется. Фигурно-скорочку. Я тебе сейчас объясню. А, нельзя. Это java. Java внутри java-скрипта. Иначе бы я написал, может быть, object без new. Нет? Нет. Он как бы имплементирует java-скрипт или нет? Он что-то имплементирует. Понятно. Этот по умолчанию сегодняшний java-скрипт что-то имплементирует из java-скрипта. А, кстати, идея ругается, если точку за петой не ставить. Не ставить. Да. Она желтень. Так нет, если не надо ставить. Да. Хорошо. Вот. Invocable интерфейс, который я уже упоминал на первом слайде, то есть точно так же делается eval на скрипте, но потом engine почему-то engine, а не результату. Мы говорим, бог бог. Тоже очень интересный апель. Потом можно будет получить вот этот вот объект из скрипта с помощью get-a по названию. Почему он знает, что это по названию? Да. Помню, что там мапа была такая, биндинги – это мапа. Так вот, любая переменная, которая там создается в скрипте, она автоматически попадает в биндинг. Это регламентируется стандартом. То есть все языки, которые вот эти скриптовые имплюентируют в GSR-223, они должны класть в биндинге свои свободные переменные, чтобы они были доступны извне через get-a. После этого я могу почти как через reflection вызвать через engine, сказать ему invoke-метод, дать ему результат своего скрипта, вот этот вот object, и вызвать какой-нибудь метод по названию. Ну и передать ему какие-то параметры. То есть почти как reflection-код получается. И эти функции тоже могут что-то возвращать? Да, конечно. Да, здесь равно, object какой-то. А ты берешь сигнатуру метода? Ну как с reflection? Да. No method found. Или abstract термин, не помню. В общем, Антон, если у engine есть state получается, значит, он в get-engine войны не ждет каждый раз в скорую. Ну, вероятно. Честно говоря. Поэтому можно и напрямую в переменную лезть. Вот. Кроме того, очень часто, неудобно это через reflection-подобный интерфейс работать. Хочется как-то маппить это на реальный интерфейс. Допустим, вы хотите скрипт свой замаппить на интерфейс, который у вас внутри Java. Таким способом делаются плагины, например. У вас внутри кода есть интерфейс, допустим, поле внутри класса. А оно само будет потом инициализироваться с помощью скрипта. Просто какой-то движок, который вы, не знаю, напишете или кто-то за вас напишет, сможет туда вот engine замаппить. Вот таким образом. Допустим, вот у нас есть скрипт в строчке. Мы его запроцессили как-то. И потом с помощью вот проведения convocable мы можем сказать, опуская этот скрипт, маппится на runable интерфейс. В нем есть run method, все замечательно. Потом мы его можем передать в поток и запустить. Это как раз для динамики расширения своего приложения. Второй вариант, это когда именно компилируемые скрипты. Допустим, у вас вот этот скрипт, который вы вставили в свое приложение, он должен много раз в цикле вызываться. Просто так вызывайте вал на нем. Будет дорого, если там миллион раз не вызывается. Можно его скомпилировать. К сожалению, нельзя скомпилировать и потом вызывать конкретные методы. Как вот в случае с invocable. Это должен быть чистый скрипт тогда. И потом да, можем просто в цикле вызывать какой-то eval, передавать в него параметры и так далее. Какие есть еще варианты? Вообще стандартный вариант считается, что через javax scripting… Да, вопрос? Прости, а можно вернуться? Я ждал, что ты скажешь, а ты не предсказал. Да. Ну и еще, пожалуйста. Там, где print, ln и все проще. Вот эти println — это не часть. Порой раз. Там есть некий скоп каких-то функций стандартных, которые вшиваются автоматически, потому что это часть java. Я могу передать себе. Я не про это. Что такое println? Я не уверен, но, скорее всего, там по умолчанию что-то заимпортировано. Ну наверняка. Да. Вот. Я уже начал говорить. Есть стандартный типа, стандартный интерфейс, который сразу же есть. И, значит, есть специфичные языков. Они очень похожи по своим названиям. там scripting engine, там в Groove будет Groovy scripting engine и так далее. Но, поскольку они же не могут имплементировать стандартный интерфейс, чтобы он поддерживал все настройки, специфичные всех языков. Поэтому, если вы точно знаете, что вам не надо будет переключаться между разными двумя языками, то, в принципе, глупо использовать вот эту вот штуку. Лучше и лучше. Лучше и лучше, получается. В нем можно больше настроек делать. То же самое с Reno. То есть, я как раз спрашивал одного своего знакомого, который работает в российской компании. И они пишут некий паз на базе Reno. То есть, Java и вызывают из него Reno. И, как выясняется, в забандленном JavaScript нет некоторых возможностей стандартных Reno. Например, маскировка этих классов. То есть, вы можете сказать, какие классы не должны быть доступны скрипту в Runtime. Иначе кто-нибудь в системе, не знаю, Exit напишет. Вот. В общем, если можно, если вы уверены, что вы не будете переключаться, скорее всего, вы не будете переключаться, разумнее использовать вот именно языковые движки, которые предоставляются вместе с библиотекой какого-либо языка. J-Ruby там, Groovy и так далее. Там вы сможете больше настроек использовать, скорее всего. И да. Вот, например, способ встраивания Groovy. Он практически такой же, как если просто через стандартный интерфейс сделать. Я просто пример взял с сайта. Используется Groovy Shell. Это один из вариантов. Второй вариант в случае с Groovy. Использование Groovy как класс-лоудера. Groovy такой язык, который делает очень много магии, для того, чтобы его конструкции работали. Поэтому все, что он делает, Groovy Shell, он на самом деле внизу тоже использует класс-лоудер. То есть через Groovy класс-лоудер, когда скрипт проходит, Groovy может туда свои интересные штучки вставлять. Да. Пройдем. Момент. К чему я вел? На вопрос, который я уже отвечал. Перегрузка вот этих скриптов. То есть вот у вас уже приложение бежит. Вы уже смогли написать там свой интерфейс, который подтягивает скрипты и их запускает. Как сделать так, чтобы эти скрипты перезагружались, когда вам надо там, не знаю, кнопочку кто-то нажал, главный по тарелочкам или на какой-то ивент перегрузился скрипт и так далее. Это можно сделать через тот же Groovy Shell и точно так же через Groovy класс-лоудер. В данном случае Groovy Shell. Вот в самом начале мы взяли, как всегда, сначала скрипт, дали его Shell и получили какой-то класс. У меня тут просто приведение к engine, например. А дальше все очень просто. Например, можно проверить timestamp этого файла. Если у вас реально работа с файлами. Может быть, у вас, конечно, скрипт лежит в виде строки или текста в базе данных. Ну или еще какие-то варианты, да? Проверили timestamp, timestamp изменился. Сделаем заново его лейтингом файлом. Все очень просто. Кто-нибудь подвох видит? А вот старый забудет. Забудет. Кто был на прошлом бип-клубе, где Никита Сальников рассказывал про утечки памяти? Я сказал, ГРУ решил использовать внутри класс-лоудер. Старый раз остался? Нет. Очень часто при таком... Ну, это как ReadyPlay в Java, да? Может быть, утечка памяти. Реально. Я когда первый раз это сделал, я запустил, подумал, а может быть, я подключу туда этот самый Gmx, G-console, Visual Vm, и посмотрю, как там растет память, когда вот это вот все меняется. Смотрю, действительно растет. И не уходит, главное. Стало страшно. Блин. Такая утечка памяти, ее как бы не убрать. Написал Никите. Парни целый месяц, целый день, наверное, профилировали это дело. Сказали, нет утечки памяти. Потом оказалось, что просто скрипт такой маленький, что он такими маленькими битами заполняет память, что фул, garbage collection не запускался. И в конце дня он все-таки запустился. То есть это не утечка памяти была, это просто заполнение, и потом garbage collector это все убрал. Так что нет утечки памяти. Как вы могли бы подумать? Давайте я полный пример покажу вот этого вот варианта, как это происходит. То есть я такой как proof of concept писал. Побольше надо текст, наверное, сделать, да? Можно вопрос еще? Да, давай. Разве сама концепция скриптана не подразумевает, что он отработал и спамить не убивался? То есть его не надо релодить, если ты замещаешь… Представьте случай с компайлабл скриптом. То есть он сохраняет… Он в байты скомпилировал и все. И в кэше, конечно, да. Тебе нужно заново перезагрузить его, если ты хочешь новую логику мне. Вот. Здесь у меня такой вариант сделан. Здесь поток, который просто запускает скрипт. Скрипт выглядит примерно вот так. В нем два метода есть. Start-Stop, которые что-то печатают. Ну и этот объект, который в скрипте по умолчанию создался, он выдается наружу. Вот этот вот this. и у него нет названия, ничего, да. Кроме того, у меня в программе заведен такой интерфейсик, у которого тоже есть эти методы. То есть я смогу этот скрипт замапить на этот интерфейс. Вот. В мене в цикле… Сначала я, значит, как было на слайде показано, запускаю эволюцию скрипта, получаю некий engine, замапленный скрипт на интерфейсе. И потом просто в while-true печатает вот эти вот start и stop, да. Ну, через какой-то интервал времени. И, соответственно, написана вот эта вот логика, которая просто проверяет time-stand скрипта. Все очень просто. Запустим, увидим что-нибудь, посмотрим, как меняется. То есть сейчас мы будем видеть там start-stop, start-stop, start-stop такой. Вот. Start-stop, да. Что-то он еще там пишет, печатает. Давайте сделаем такую какую-нибудь гадость. А зачем здесь import? Сейчас, подожди. Бац! Работает, да. То есть там цикл прошел, мы перезагрузили. Здесь программу я не перезапускал. В принципе, такой механизм можно реально подкрутить базу данных к нему. Там еще что-нибудь. Через GMS не очень посылает. Любой enterprise придумывайте на этой базе. Будет работать. Все ради того, чтобы обмануть enterprise. Да. Сиди депутат. А кстати, если ты просто в Groovy напишешь, что же это напиши, тебе все равно придется делать какой-то бридж для логики, которую ты будешь и так подсовывать. Все же ты не сможешь. У тебя все записано. То есть внутри груби можно его сделать? Да. Ну вот, да. Но ты же не будешь без процесса это делать. То есть он процесс какой-то тебе нужен. Не, ну может быть и не нужен я ниндзя, как говори. Вот. Ты задал вопрос. Ты задал вопрос, почему там import? Да, в начале. А он не нужен. Он даже подсвечен, что он не нужен. Нет. А как можно вот здесь... This вылетает наружу. Ну как я его привожу вообще, чтобы понять, что это engine? Этого я не показал. Это Proxy. Динамический Proxy. Чтобы я мог вызывать на нем скрипты. На этом объекте. Потому что иначе вылетает отсюда... Отсюда вылетает Object. Или Groovy Object. Я не могу его привести напрямую за кастись. Я должен через Proxy это сделать. Второй вариант это сделать. Почему здесь import здесь есть? А это написать вот так. As Engine. Да. Это тоже будет работать, но когда я поменяю скрипт, я получу ClassCastException. Поэтому это не будет работать. Вот. Продолжим. В принципе, мы уже на финишной премьерной. Есть какие-нибудь вопросы? Давайте побольше. А из скрипта можно как-нибудь вызывать наши методы? Да. Ну, если я передам через контекст какой-то объект, который я могу делать. Не отдельный, а статический. Наподобие Print. Да. А если там Exception случится? Вылетит в то место, где ты запустил этот скрипт, соответственно, самообрабатывай. Нет. То есть, я из скрипта запускаю Java, потому что у меня это встречается Exception, а он попадает как-то в скрипт. То есть, там может быть край. Ты можешь, ты можешь, да. Нет. Если вы можете скрипте этот Exception, да. Можешь. Да. А мы будем дальше, и тогда опять Java. Да. Но я бы так делать не стал. Это какая-то извращение. Давайте еще там через несколько прослоек пройдем и… Ну, тут, как бы, common sense, да, как бы… Старктрейс и что вам добавляется? Старктрейс? Ну, большую-большую часть Старктрейс. Сначала Java, потом Groovy, потом Java, потом еще… То есть, Groovy тоже метки? Ну, конечно. А дебажить можно? Можно. И брейкпоинты можно ставить? Можем попробовать. Я думаю, что вот здесь нет, потому что это внешняя запущена. Можем сейчас попробовать. Вот. Брейкпоинт, да. Но это не значит, что он сработает. Давай посмотрим. Ой, я же не то запустил. Извиняюсь. Дебаг. Какие-то языки пробовал? Сейчас даю это. Бас. Идея рулит. Вот. Ну, кстати, да, Старктрейс не такой уж и большой. Так. Дальше. Еще есть вопрос? Какие есть ограничения? Это было два раза просто. Ограничения? На самом деле, про ограничения вопрос очень интересный, потому что, на самом деле, ты хочешь, чтобы не было ограничений, а чтобы они были на конструкции языка. Значит, кто-нибудь напишет там runtime halt всей системе или напишет какие-нибудь… Обычно такая штука используется, когда есть какие-то вот правила, да, бизнес-правила. Внутри бизнес-правил это обычно if что-то сделает то-то и какую-то такую урезанную логику предоставить возможность. Чем это чревато? Начну кода писать полотно. Лучше как раз ограничить. Да. Даже если ты сказал system.fal и все прочее. То есть system… Ну, security-менеджер можно включить, и тогда, конечно, он не дать. Я говорю, что там что-то есть такое, что мне не обязательно не давать, кроме того, что там уже есть, и я могу использовать. Нет. Нет. В принципе, если я не передам, то волноваться… Единственная возможность — защититься security-менеджером. Как ты security-менеджер себя подключишь? У тебя настолько в Java должно быть. Ну, а если я хочу, чтобы только в скрипте себе security-менеджер был? Нет. Ну, или я не пробовал, то есть я не видел такую возможность. Аплеты же как-то запускают. Ну, это же не аплеты. Не, можно, конечно, поэкспериментировать над scripting engine, посадить аплеты-вьюеры, да, и в нем запускать все. Как-то вот здесь в этом ходе бы запретил shell и написать всю страницу? Никак. Это невозможно? Ну, как-то я запрещу, а он запустится и сделать systemexit. Вот. Тут Андрей спросил, какие я скрипты использовал. Когда я реально занимался тем проектом, когда мы заменяли на Druze, на Groove, мне стало интересно, а вот какой же язык взять? Вот по дефолту есть JavaScript, а мы выбрали Groove, да, неспроста. Те правила, которые мы должны были писать, часть этих правил, какие-то вот основная ставка, должны были писать бизнес-люди, которым ты не объяснишь, что нужно написать new big decimal в скобке открыл строчку 1.0. Ты хочешь, чтобы они написали просто 1.0? В одном есть в Groove. В Groove 1.0 это big decimal, в JavaScript. Мы можем попробовать все, как бы, варианты, сейчас это легко. Вот. Как еще может быть осуществлен выбор? Опять же, для какого домена вы пишете свое приложение? Если вы пишете для CAD, да, там, для электроники, то нет смысла вставлять туда JavaScript, потому что стандарт, есть де-факто стандарт, что в индустрии используют тикл, например. А если вы хотите вот бизнес-правила использовать какие-то, где не нужно вычисления делать, то очень красиво получится с Ruby. Там синтаксис такой приятный, получится очень читаемый код, да. В моем случае нужно было как раз точность преучисления математические, поэтому мы были в Groove. Можно некоторым хаком сделать так, чтобы 1.5 был big decimal или decimal в Ruby тоже. Это делаемо, но это жуткий хак и некрасиво. В принципе, когда начинаешь выбирать, первый такой субъективный момент есть. Какой синтаксис? Нравится он тебе или не нравится? Но это на самом деле плохой аргумент для выбора языка. Первый аргумент – это как хорошо он интегрируется с Java. В случае с Reno, как мы видели, не очень-то он… Там надо знать некоторые такие подводные камни, да, printlm, Саша, говоришь, вот нету, да, там, не знаю, packages, точка, что-то. Не прикольно. Можно с Vega и перед сказать, что Oracle пишет новый движок, который в Java 8 будет, но на самом деле он проблем этих не решает, да, относительно синтаксиса. То есть интероперабилити там есть, но не такая, может, как местами хочется. Самый в этом плане простой, опять же, получается грубый. Он Java, просто с каким-то синтаксическим таким сахаром. В JRuby есть похожие проблемы с JavaScript. Можно какие-то интересные такие namespace писать для того, чтобы это все красиво выглядело. Второй вариант – это, опять же, если вам нужны бизнес-правила, вам, скорее всего, нужен будет DSL, и тогда в этих случаях Ruby и Groovy могут оказаться более приемными вариантами. Кто-то может сказать closure, но я его отошлю. И третий очень важный вариант, наверное, он просто киллер фича будет. То есть если вы не сможете обеспечить математическую точность, то, мне кажется, все остальные плюсы других языков, они сразу же уходят на ноль. Мы можем как бы сделать маленький экспериментик. Кто знает, сколько будет вот это вот выражение 0,1, 0,1, 0,1 рисовать? 2, 2, 2, 9, 9, 10, 0,3, 0,0,0,4, это по концу. Это строка. Я страшно. Тридесяток получится или что? Давайте запустим. Сейчас. Как он? Строчки. Вот. Всем видно, да? Вот здесь. Нормально, я думаю. 0,1 плюс 0,1 плюс 0,1. Получили вот такую штучку. Можно получить очень классные баги в продакшене на такую вещь. Еще вариант, например, CLJ. Я говорил, что кожу пинать не буду, но в коже есть очень интересная возможность. То есть он, конечно же, он лажает в таком же варианте. Получается то же самое, да? Но в коже можно написать очень интересным способом 1 деленное на 10. 1 деленное на 10, 1 деленное на 10. 1 деленное на 100, 1 деленное на 1000. Понятия не имею. Все нормально, да? Но, опять же, с деньгами это нифига тебе не помогает. На тебе 11 тысяч долларов. Все сотые, то это тебе еды. Ну, если вообще все вычистое не так. И печатать на чеке тоже так. А если это же в десятичном виде? 0,1, 0,01? Давай пропустим. Потом можем. А правда это нельзя тысячи побочную пропустить? Не знаю, я кожу не знаю. Я просто показал пример. Это главный параметр для меня и критерий был, чтобы при выборе движка, да? Что взять? Кожа, Groovy и так далее. Ни один язык кроме Groovy с этим не справился. Мне кто-то говорил, что Scala может. Ни фига не может. Но это такой же хак, как если сделать с J-Ruby. Там можно заинструментировать любой оператор, точку, что угодно. И во время оператора, когда делается сложение 0,1 плюс 0,1, в результате выдать decimal, который будет точным. А что он Scala не может сделать? Ну напиши, в Scala 0,1. Чего я парюсь? Рано написать метод, который надо переопределить. Правильный комментарий, что Scala это не скриптовый язык. Ну вообще очень часто позиционируется как скриптовый язык. Хера-хера. Я как бы self-promotion сделаю. Позиционировать Scala как скриптовый язык помог J-Ruby. Потому что когда Scala появилась, J-Ruby дал бесплатные лицензии на Scala, и они стали, поскольку они смогли в Reply очень хорошо менять объекты, перегружать, они себя стали позиционировать как скриптовый. Вот. Я думаю, что мы почти дошли до конца. Все, давайте вопросы и закончим. А на G-Ruby на G-Ruby не покажешь? Что на G-Ruby? Вот какая-то 0,1 плюс 0,1, чтобы G-Ruby увидели все. Г-Ruby шел у меня. G-Ruby консоль должна быть. Ну, давай, это жжаво. Так, я не знаю, смогу побольше сделать? Не смогу. Ну, ладно. А равно 0,1. То есть, 0,1. А сразу принт нельзя? Ну, короче, давай так. А равно 0,1. Принт ЛН. А класс. Давай. Супер. Биг децима. Соответственно, там будет нормальное, четкое вычисление. А? Еще вопросы есть? А поделить по модулю. А если просто напечатать? Принт ЛН 0,1 плюс 0,1 плюс 0,1 плюс 0,1. А почему нельзя так? Нет, Дубров, а если тебе нужно float сложить, почему? Ну, никак. Ну, 0,3 наконец. А зачем тебе float? Нет. Это очень много чего нужно, кроме денег. Тогда я возьму другой. У меня такой вопрос будет. По performance. Насколько быстро реализуется? Это очень хорошо. В смысле? Выполняется скрипт на JavaScript? Насколько быстро? Это очень хороший вопрос. Потому что все скриптовые языки, они буквально помешаны на том, чтобы делать микробенчмарки такие. Кто быстрее Fibonacci посчитает до третьего элемента? И так далее. Одни из самых замороченных на эту тему – это JRuby. Потому что когда они появились, более-менее вышли в Final в 2007 году, они были самые худшие по перформансу. Сейчас они, наверное, чуть ли не самые лучшие. Я думаю, что если в случае реализации такой системы, когда ты используешь внешние скрипты и их хочешь динамически подгружать, наверное, не стоит так заморачиваться на то, что у тебя там performance или стоп. У нас как раз был такой опыт, когда мы бизнес-правила хотели, чтобы пополнялись очень много. Ну, там, в секунду много-много раз. Ну, тогда, наверное, стоит подумать немножко про другие решения. А ты показывал, там, типа, Compile? Да. Ну, вот это одна из оптимизаций. Ну, вот, как бы, не знаю, тебе Алексей Шипалев расскажет, как на эту перформанс сделать. И за эталон VBA куда позиционируешь все вот эти вот решения на Яфе? Не понял вопрос. Ну, как за эталон взять Visual Basic Proplication, то, что в офисе построен. Скриптовый язык довольно мощный, можно так сказать, да? Как ты спозиционируешь вот то, что вот на Яфе часто вот у тебя написано? Ну, Visual Basic для Excel. Только для Excel. Ну, или там, не знаю. Можно, я не знаю, я не знаю. Для всего, да, для XS. Отлично. Не, ну, можно выдернуть его, наверное, и запускать как стендалон вообще. А в LibreOffice, наверное, такая же фигура? В LibreOffice свой какой-то basic. То есть то же самое. Ну, и Groovy в том числе. То есть там по умолчанию какой-то диалект basic. Да. Последний вопрос, давайте, Женя. Для динамической подгрузки, почему просто нельзя было джар или класс загрузить в прямом углу? По той же сетке можно спокойно джар загрузить. Ну, то есть у тебя будет... Ну, тоже можно, чем бы нет. Ну, то есть ты где-то будешь хранить не открытый текст бизнес-правил, а скомпилированный класс в базе данных, да? Не, ну, с помощью компиляции мы решаем часть проблем. Там тоже есть ограничения какие-то данных. Не, ну да. Ты можешь, в принципе, под этот интерфейс, там, GCR223, положить джаву, да. Если ты такой мазохист. Ну, можно. Второй вариант действительно можно. Class for name, да? Но это не совсем удобно на самом деле, мне кажется. Неудобно поддерживать. Потому что поддержка приложения, то есть не тебе поддерживать. Давай, последний вопрос. Давай. Последний вопрос. Ты говорил о том, что преимущество перехода, как бы, все клево. Насколько реально вообще ситуации, когда тебе нужно поменять бизнес-правила, не поменять контент, еще что? То есть есть реальные случаи, как бы, этого использовать? Ну, я вот про реальные случаи рассказал. Это один раз было… Коми-то куши. Коми-то куши. Коми-то куши. Коми-то куши. Вот пример, паучок, который я показал, да? Нет, я как бы понимаю, на самом деле, ну, как бы, реально в лайве реальный клиент, чтобы поменял именно какое-то конкретное, я не знаю, число. Да. А равно, там, 12, стало 13. Да. Есть такие случаи. Да. Я больше скажу, одним крупным аутсорсером у нас в Эстонии поставлен iLog в одном крупном телекоммуникационном предприятии, и там реально меняют. Ну, это, например, бизнес-правил, но не жалуется. Да. Не жалуется. Я и говорю, что если вам нужно именно вне релиза что-то такое менять, и нет никаких других требований относительно вот бизнес-правил, то стоит задуматься, зачем ставить огромную BRMS и заморачиваться на меня. Можно подключить простые решения. Спасибо за вопросы. Спасибо за оплату. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.